На Волтайское лечебно-исправительное учреждение 2 часа дня двое агрессивно настроенных осужденных с холодным оружием в руках закрылись в помещении, взяв в заложники людей, среди которых оказались и журналисты. Так, курицы, ну-ка, сели! Сели руки за голову! Сели руки за голову! Выходи, шевелись! Сидишь, волча! Понял меня! Не боюсь! Хорошо, что это были всего лишь учения, которые проводят спецназ, а парни за моей спиной – это обычные люди. Кстати, было довольно страшно. Вот рядом со мной медсестра Тамара. Как вы себя чувствуете? Было страшно? Да, конечно, это очень неприятная вещь. И в реале, конечно, могло бы быть ведь еще и хуже, поэтому очень тяжело такое переносить. В глаза не смотреть, сидеть тихо и выполнять любые требования. Пока мы невольно вспоминаем уроки ОБЖ, оперативники ведут переговоры с условными преступниками. Попотреба ключи в полном баке агентинга. На любом деле у меня две заложники. Я их думаю, я здесь еще походу не так. Требования заключенных выполнены. Автомобиль подан. Правда, далеко уехать на нем не получилось. Момент освобождения длился всего 18 секунд. Взрывы и залпы оглушили настолько сильно, что заложники и не заметили, как тоже оказались на ручниках. Мы не можем тратить время, драгоценные, вот эти доли секунды, чтобы определять их, смотреть. Поэтому мы сначала локализуем всех, а потом уже разбираемся с каждым отдельно. В этот же день силовики подавили еще один мятеж. Группа из 11 условно заключенных устроила массовые беспорядки, потребовав послабление режима. Для подавления восстания стянулись силовики и всего больше 200 человек. Урегулировать конфликт мирным путем не получилось. В ход пошла сила. Под взрывы дымовых шашек, крики и лай собак бунтарей берут в кольцо и вытягивают по одному. Среди зачинщиков журналисты на них надели красные повязки, чтобы не травмировать. Пока вот только кольцо сжималось, все это казалось весело. Вот мы тут такие бунтари, все клево. Когда они подходили все ближе, когда у тебя под ногами взрываются эти шумовые бомбы или что это, уже нет никакого желания дальше сопротивляться. Ты дезориентируешься, вообще не понимаешь, что происходит. Подобные учения в колониях проходят регулярно, чтобы отточить навыки по освобождению заложников и не повторить исход массовых беспорядков в Зминогорской колонии 1989 года, когда при подавлении мятежа погибло два сотрудника уголовно-исполнительной системы. Политина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.